всем привет всем здравствуйте сегодня здесь с вами я катя мирошниченко и у нас у нас две новинки как всегда пока весна через несколько дней начнется и ближайший месяц конечно же я буду работать новой коллекцией мы сейчас снова распакуем я быстро кратко пройдусь по трендам и у нас еще одна классная новая это декоративные краски по мотивам конфетти которые у нас когда-то были только конфетти были меньшего размера и прозрачные вот а здесь такая коллекция из пяти баночек подборка таких комок камефубиков где-то красивый микс где-то однотонка вот и здесь я для вас приготовила очень много прикольных вариантов дизайна как раз эти декоративные краски поступили продажи сегодня на имя shop.ru у дистрибьюторов я не знаю скорее всего только отгружаем дистрибьютором коллекция гель-лаков новая весна-лето уже есть у всех в том числе и у представителей и на имя shop.ru итак смотрим что у нас сегодня очень много всего вкусного знаете как мне все время хочется объять необъятное и все-все-все охватит за один прямой эфир смотрите сколько всего здесь классного я приготовила такие интересные варианты для вас дизайнов для вдохновения когда мы будем смотреть с вашими с вами новые краски вот но это во второй половине даже не во второй половине а вот буквально сейчас 10 минут я сделаю распаковку новой коллекции красок и мы перейдем с вами к красочкам да это новые можно сказать такие декорации это не классические краски и тогда я пробегусь дам вам обязательно скриншот сфотографировать все эти варианты дизайна и мы сегодня с вами обязательно попробуем что-то из этого воплотить жизнь сегодня вас ждет вот таких два дизайна поэтому дождитесь обязательно окончания и так подставочку смотрите как прикольно внутри вас ждет великолепный как всегда подарок это ложки и наклейки этого я уже выкрасила вы понятно наклейки приклеиваете и ложечки выкрашиваете хотя я рекомендую все таки купить отдельно ложки и уже сделать выкраску из двух рядов чтобы двойной ряд был глянцевый матовый сюда же наклейки из набора посмотрите какое классное вкусное предложение ждет ваших клиентов этой весной конечно же клиенту хочется купить когда он видит такую радугу глаз когда тут и красивая коробочка с подставкой да здесь выкраска великолепно и для вас для мастеров здесь подарок я себе ради этого подарка сейчас заказала новый чехол у меня желтый чехол вот я уже две наклейки конечно приклеила зачем я это сделала непонятно вот у меня сейчас пришла идея заказала себе розовый яркий чехол и он когда придет я хочу прям сплышняком все заклеить вот в эти красивые декоративные стикеры от эми смотрите они именные подходят для ноутбуков для записных книжек для компьютеров для любой гладкой поверхности и самое главное что они именные смотрите с логотипом эми набор у нас вышли 6 миллилитров и 9 миллилитров поштучно продается только объем 9 миллилитров так давайте сейчас посмотрим что у нас с вами здесь первый цвет конечно который вошел у нас в эту коллекцию это персиковый оттенок мы не могли пройти мимо него потому что институт понтон рекомендует этот цвет как цвет года вот на удивление очень много персика и в одежде на подиумах высокой моды мы увидели вот потому что это кстати не всегда совпадает вот на минуточку вот но персика тем не менее в одежде на показах было много гель-лаки укрывистые плотные при желании принципе можно положить и в один слой но я против считаю что всегда нужно наносить два тонких слоя вот ну например когда я делаю дизайн себе я всегда эми гель-лаки наношу в один слой например яркий пример у меня ногти сделаны с маквин я использовала здесь яркий оранжевый цвет из декабрьской коллекции и серый оттенок из осенней коллекции и здесь конечно же я знала чтобы декорации и в данном случае я например наношу покрытие в один слой вот я наношу в один слой так следующий цвет конечно же мы мимо него также не могли пройти его очень много на подиуме это правильный розовый оттенок с таким красивым теплым подтоном который в том числе и мы видим рекомендациях у института понтом поэтому решили что он будет тоже вместе с нами радовать наших клиентов наступающей весной и летом тоже роскошный плотный он и не пастельный и не слишком яркий вот такое что-то среднее очень красивый розовый прям великолепный вот этот цвет наверное конечно же он радует меня больше всего из всех ну я вообще любитель розового вы знаете да так сейчас я вам покажу еще раз вот розовый у понтона он называется десерт flowers и на удивление этого оттенка просто вагон на подиумах а я еще раз повторюсь очень часто не совпадают прогнозы понтона с тем что потом делает высокая мода но если мы посмотрим вот он как раз краткий перечень цветов которые понтон нам дает на наступающий год очень много этих цветов присутствуют на подиумах это бывает кстати крайне редко вот чтобы но такое количество прям попало на подиум иногда это не совпадали иногда это не совпадает так желтый желтый сам по себе тренд однозначно потому что блин открываем показы во первых на показах это просто какой-то бум все с ума посходили именно желтый такой знаете не теплый желтый а холодный желтый он и не сильно пастельный но достаточно яркий вот поэтому мы решили летом тоже добавить себе коллекцию этот цвет сейчас клиенты с каждым годом более смелые сейчас декоративное покрытие за последние наверное восемь лет уже преобразилась в плане выбора оттенков что-то и зеленые и синие и желтые могут у нас быть на использованы в маникюре раньше меньше было таких клиентов вот смотрите я нанесла желтый слой желтый цвет в один слой понятно что он не такой плотный как предыдущие 20 вот но вы должны понимать это не пастельный оттенок это классические тут нет белого подтона который бы мог снивелировать вот но цвет получился достаточно плотный доля желтого цвета вы знаете вообще желтые цвета это как прям такая отдельная история в гель-лаках до чтобы происходила полимеризация производителя в том числе и нам приходится там изощряться очень серьезно с фото инициаторами играться чтобы это все просыхало поэтому гипер плотность вы никогда в желтых цветах не найдете вот но я считаю что он все равно получился достаточно плотный вот ну и плюс конечно же это модный цвет очень много лаванды прям я бы сказала очень много поэтому кто любитель вот этих персиковых розовых и лавандовых цветов да и у вас базовом гардеробе всегда присутствуют такие оттенки вам прям обязательно нужно этой весной летом затариться потому что очень много будет одежды в этой цветовой гамме и костюмы классические двойки тройки я думаю что будет возможность закупиться именно в такой цветовой гамме вот поэтому кто любитель лаванды очень много вот тоже решили добавить такую лаванду себе почему сейчас ну во первых нужен был такой подтон лаванды потому что у нас больше они такие выбеленные есть по линейке а здесь я бы не сказала что у нас выбеленная лаванда она такая достаточно сочная получилась такая яркая вот и лаванды конечно же просто пруд пруди на подиумах всевозможных подтонов даже не подтон один смотрите да тональность разная вот но мы выбрали такую тональность сочную лаванды так быстренько бежим дальше переходим к презентации новых красочек конечно же бум зеленых это вообще отдельная тема я уже возможно повторяюсь кто-то смотрел мой обзор по трендам цвета это просто какое-то сумасшествие и многие доказывают что все таки модный цвет этого года не понтон как выбрал до персиковый цвет а многих говорят что это оттенки зеленого их целых пять цветов если мы сделаем анализ по всем показам примерно наберется 5 оттенков мы конечно же все пять не брали но целых два добавили такой у нас первый раз чтобы в коллекцию вошло аж два зеленых вообще категория зеленых такой спорный цвет я помню когда у нас выходили два зеленых когда бум начался на зеленый боттеговинетто да да так подскажите как у меня связь сейчас не просто решил муж позвонить и прервал мне мой прямой эфир скажите как сейчас качество напишите плюсики если все ок я буду дальше продолжать если все хорошо за что не люблю контакт если блин тебе поступил случайно звонок это жопа так пишите плюсики юля девочки а проверьте контакт у меня сейчас просто звонок прошел я не пойму мне и вести эфир или меня это выбросило из эфира так поставьте плюсики если меня видно и слышно висит а почему это плюсики не ставит уж мне скажите что все хорошо ладно поехали следующий цвет зелененький а вот только сейчас плюсики появились в общем зеленых так много и мы даже целых два добавили и вот то на чем я остановилась когда бум начался на зеленый цвет и его стали в маникюре также предлагать многие говорили что типа ну нереально клиенты таким покрывать не будут и на удивление за последние два года культура покрывать вот такими нестандартными цветами для маникюра она прям привилась очень конкретно я бы сказала прям прилипла поэтому многие сейчас смело не бояться поэтому обратите внимание на то что во первых это однозначно будет сто процентов тренд вот и опять же иногда мастера говорят вот я купила зеленые а у меня никто не покрывает скорее всего вы сами не любите рисковать вы никогда в жизни сами не покроете такой цветовой гаммой вы никогда не выберете как бы знаете такое вот понять а модный цвет вы выберете всегда классику что-то такое базовое классическое не рискованно и соответственно к вам такие же клиенты приходят здесь как бы нечему удивляться вот поэтому если хотите чтобы у вас клиенты начинали покрывать чем-то нестандартным неформатным необычным то вам нужно становиться таким такой женщиной грубо говоря вот начать покрывать такими вещами необычными маникюр вот ну голубой я просто давно хотела сделать именно такой тон голубого и оттенок вот голову хотя голубых на подиуме много но сказать что вот именно такого оттенка голубого я не видела вот но тем не менее у нас гель-лак такой есть в коллекции потому что он мне был очень нужен позарез потому что я планирую наступающую весну-лето давать очень много тренда по морским вариантам дизайна тренд русалочих кор очень много дизайна old money но в стиле такой круизный стиль до круизный стиль маникюра и вот мне прям очень хотелось чтобы обязательно в коллекции был голубой но не выбеленный ведь это не светлый голубой но он и не вырви глаз да как например в том году у нас были когда он позапрошлом был у нас такой ядреный голубой ну и конечно цвет который я считаю как раз побьет все рекорды это именно этот модный цвет который многие сейчас предрекают и модные журналы и модные паблики что именно этот зеленый станет очень модным вот именно этот зеленый это лаймовый зеленый если мы посмотрим показы вообще мимо зеленых в принципе не прошел ни один модный дом но вот мимо этого зеленого просто его ну настолько много причем каких-то необычных таких и деталях и выборе вот например даже вечерние какие-то версии платьев могут содержать такой оттенок классические костюмы двойки-тройки поэтому кто любитель классики да и вы любите одевать офис-кор офисный стиль я уверена но может быть вот сейчас сразу весной не появится этот оттенок но ближе к лету я думаю что отошьет масс-маркет вот поэтому кто любитель костюмов обязательно ищите этот цвет лаймовый зеленый по цвету отличается от того чтобы в боксе аффирмации да конечно отличается это ну абсолютно два разных цвета это такой больше неоновый цвет в боксе аффирмации там он такой как листва классический там классические пигменты и смеш использовать для колировки а 475 здесь для колировки использовались неоновые пигменты так и последний оттенок который посвящен моей любимой теме это тема русалок просто так тут у меня куча всего конечно тима русалок потому что очень много вот этой темы русалочи и и будет сейчас в наступающем году и и сейчас очень много я уже начала показывать возможные красивые покрытия дизайны вот и чтобы вот такой вот эффект не рисовать создать при помощи только гель-лака мы выпустили обязательно в рамках коллекции 6 блестоками гель-лак 471 мы как им работаем конечно же рекомендуется работать путем такого моделирования вот вы набрали небольшое количество ну как небольшое большое и работаете как базой моделирующий в общем не рекомендуется размазывать его тонким слоем хотя смотря какой вы хотите эффект достичь вот если вам нужно чтобы он просто хорошо плотно лежал и ноготь сильно не светился я вот прям рекомендую таким моделирующим слоем он офигенно смотрите все видно сама выровнялся очень хорошо сама выровнялся но это при условии что вы его положите таким моделирующим небольшим слоем это понятно поставьте плюсики если понятно то что если мы хотим понятно просто тоненький какой-то эффект легкий незначительный очень классно даже вот эти все цвета которые здесь есть в этой коллекции просто тонко тонко промазать смотрите вот прям промазываем и вот они где-то виднеются эти блестки сильнее где-то меньше понятно фактура такая есть небольшая да но что в этом случае делать мы когда берем уже финально перекрываем финиша мы берем то по которым можно выравнивать поверхность и в данном случае мы берем топ prime понятно вот в этом случае мы тогда уже выравниваем не сам цвет да а мы выравниваем топ который использовали при финальном покрытии пилить ничего не надо понятно что вот пилить наверно на не надо просто берете топ prime выравниваем поверхность обожаю prime просто и сейчас работаю только не на поэтому заканчивались оба бутылька все понятно вот правильно выравниваем и так вот этот вот 471 я нанесла выравнивающим слоем видите здесь еще финиш не на не наносила я просто почему такой акцент дело потому что мне уже менеджеры по работе с салонами красоты задали вопрос некоторые дистрибьюторы типа как катя эти блестки наносить потому что многие блестки любят но не умеют с ними работать я говорю ничего сложного вот я нанесла смотрите даже сейчас вот трога но в принципе это я еще финишем не покрыла вот он хорошо выравнился просто наносите как базу гель-лака или как скульптуру выравнивающим слоем все хотите чтобы было вот так вот просто реденькая тоненько то в этом случае размазываете по поверхности вот но выровнять поверхность все равно придется но просто уже финишем понятно уже финишем так я думаю что все на этом давайте приступать к дизайна сегодня для вас приготовила вариант дизайна вот такой я хочу вам показать я обожаю эти ногти мы специально делали для рекламы новых декоративных красок вот что у нас получается и так краски 5 грамм стоит 650 что ли девочки скажите цену на краски и они кстати классно дружат вот эти краски декоративные конфетти сколько стоит краски еще раз 600 смотрите как они прикольно сочетается вот с этой коллекции эти хорошо как сочетаются с этой коллекции понятно что это не классические краски для покрытия с блестками а это именно декоративные гемифобики разного размера 670 спасибо 670 напиши прям в этот в комментарии здесь есть они более или менее однотонные например как розовые но разные у них тональность присутствует а есть например как вот этот зеленый здесь видите и сиреневые голубой и зеленый желтоватый присутствуют вниз этот не очень нравится здесь и белый розоватый голубоватый лавандовый и понятно что это выкладывать надо это не для выкрашивания скажем так и давайте сейчас перед тем как начинать делать дизайн кратко сфотографируйте себе экран телефона и так первый цвет вот такой персиковый переводится еще как вино для одуванчиков можете себе примут сфотографировать идеи для дизайна эти же кстати фотографии типсы есть на сайте краски уже есть продажи на мишоп точка ру вот и там если карточку товара откроете по моему там подгружены вот эти варианты дизайна поэтому зайдите на мишоп точка ру хотя бы для того чтобы посмотреть варианты дизайна потому что по-моему сфотографировали все варианты да кстати прикольно для верхних форм будет девочки я обязательно кого-нибудь либо насечу любе его попрошу чтобы она сняла для нас мастер-класс с верхними формами с этими красками будет офигенно вот следующий цвет давайте сфотографируем голубой смотрите вот в голубенькие варианты смотрите как прикольно стемпинг вот эта пластина она тоже уже есть на сайте она предназначена для морских круизных гавайских и в том числе для русалочьих дизайнов здесь просто офигенные есть элементы и вот с этими конфетти камефубиками смотрите как здорово все эти вариации можно сочетать я прямо не могу как мне нравится это я делала все эти типсы я их делала два дня у меня прям аж это любовь так я думаю что сфоткали я ведь и специально приклеила на ракушки поэтому прям рекомендую съесть устриц ракушку оставить так это же мы фотками и приклеить типс описать и как клиент придет приходит к вам клиентов и говорится смотри что у меня для тебя сегодня есть причем это такие дизайны которые не надо умеет рисовать вы же видите на по факту вот здесь с гавайских гавайские листики везде смотрите вот зелененький я сделала с гавайской темы вот причем здесь есть и просто 1 тонн видите и просто кучка в центре здесь кучка в центре и вокруг стемпинг кучка в центре потому что это же камефубики вы имел весь ноготь не покроете это если только делать действительно аквариум либо верхней формы а вот такое как элементами да вот например под абстракцию под стемпинг офигенно получается так следующий цвет розовый розовый он как раз тоже можете сфотографировать варианты дизайна так я думаю сфотографировали и последний какой еще не покажу облоку как раз беленький это типа беленький я сделала видите в сочетании с желтой базой стопом розовым тут тут молочный стирками просим не все вот этот вот вариант вот очень нравится эти когда просто кучка в центре распределили на концы на края вернее более мелкие и сделали в тирку русалки получается очень классно и конечно мне вот эти вот тема с водорослями то что я вам сейчас хочу показать тоже делается быстро примитивно но может быть кто-то заморочится поначалу выкладывать камефубики вот я сейчас постараюсь показать как я их делала в принципе ну нормально комфортно да не такого большого размера но в том-то и фишка что они с таким отливом прикольным в центре будет очень хорошо смотреться понятно что на боковые стороны на торец лучше такое не ложить нет они по штучно они только в штучно продаются их пять штук вышло поэтому берите какие вам оттенки больше подходят вот это оказать вот база это у кого был набор конфетти красок да это то что вот например сегодня пользуетесь там потом через полгода забыли лежит потом опять какой-то сезон наступает в раз опять берете эти камефубики так давайте начнем делать дизайна с вами начнем со стемпинга это мой любимый дизайн его очень люблю я сейчас показывала на другом канале с белыми давайте сейчас голубыми покажу как раз как выглядят сами ногти для рекламы этих красок делали ногти замоделировали прозрачкой вот это не аквариум смотрите это делали именно под финиш дизайн ну понятно я пилить потом нужно будет при коррекции так попилить и чуть-чуть ну ничего я думаю переживете так давайте с голубыми катя наклейки в продаже будут на коммунифубики так сейчас мы уточним насчет наклеек саша так смотрите как я работаю я беру такое небольшое количество я буду делать два захода узнай вот эти наклейки на ложки для красок новых как они будут продаваться как как человек их получит потому что это же не набор это по штучкам так я вот так ложу положила в центре потому что как правило вот здесь вот где зона гиппанихии будет ноготь будет светиться все и я начинаю вот так вот их растаскивать это первый слой мне вот нравится когда на кончик не попадают большие выбираю а когда попадают на края мелкие так ну сделали первый слой понятно что она будет подвигать если где-то толстовато лежат слишком друг другу прилипли эти комифубики разровняйте их отделите друг от дружки так все ну я вот сюда подниму не больше нравится видите как большие в центре а сюда на крае распределяет так реденько мелкие все и сушу и второй слой но для второго слоя я кладу чтобы только в центре было смотрите чтобы они друг на дружку легли и вот здесь вот как бы снивелировали если ноготь ложа чтобы сильно не светился особенно вот здесь вот обычно ноготь прозрачный же да и начинает свой ноготь отрастать и чтобы он сильно не светился поэтому я стараюсь вот в этой зоне второй слой еще положить вот я беру накладываю и тоже вот так вот прям смотрю чтобы вот эти дырочки пустые в центре более или менее заполнять я думаю если надо еще ну подберите прям аккуратно уже из баночки еще штучку да вот сюда например и смотрим если где-то чё-то тут стану вроде ну нормально все что я делаю я сейчас просушу и сделаю выравнивание финишом чтобы сделать стемпинг идеальный топ для выравнивания это прайм топ где наш прайм топ прайм топ не просто две штуки я уже их все израсходовала что я постоянно дизайн весь выравниваю весь дизайн перекрываю прайм топом напомню что сама и еще хожу с декорациями и с дизайнами из бокса маквин вот и пока я буду делать ближайший месяц только его наклеек таких продаж не будет только наши обычные белые ну про наклеек сказали наклейка касса не будет это просто мне их распечатали чтобы я показывала это для видео зачем меня нахрен они мне это дали мне такое людям показала в чем я спросила девочки лучше бы я вам этого не показывала наклейки понятно короче к наклеек таких не будет берем прайм я правда еще раз повторюсь прайм закончился где у меня тут побольше остался он офигенно подходит для выравнивания так вот тут вроде побольше я потом на него классно сделаю стемпинг переворачиваете и ваша задача прям сцентровать что даже если где камерфобики они подтарчивали чтобы все это выровнять все и быстренько в лампу мне сейчас будет очень комфортно делать стемпинг темпинг мы сделаем белой краской обычной лаковой здесь несколько водорослей самый конечно классный вот этот вот кустик он мне больше всего нравится причем не надо будет эти водоросли делать по всему периметру смотрите где-то будет куски пустые да например вот бог пустой ну и ничего страшного вот и по сути видно что вот ноготь натуральный даже будет отрастать будет не видно потому что я камуфобики здесь положила прям вот четко вот только в стресс-зоне по центру таким овальчиком вот смотрите как я выровняла вот это финиш я нанесла выравнивающим слоем поэтому дизайн это под финиш делается так поехали видите так по-хитрому сразу все три варианта снимаю эти кораллы можно сейчас еще разок пройтись еще один коралл сниму очень прикольные кораллы любимый пустик вы смотрите как красиво вот в принципе больше ничего не нужно готовы вариант дизайна понятно что можно было бы перекрыть это молочным топом тоже было бы красиво до начинать у нас вышли цветные топы и чтобы базу не использовать камуфлирующие можно топ и перекрыть топами соединять все это вот можно жемчужинки добавить жемчужинками классно получается дизайны очень примитивные и быстрые на самом деле я вам буду еще и на следующей неделе много их показывать все перекрываете мне нравится конечно жемчужинки вот так добавить еще не все клиенты конечно любят это вот эти жемчужинки столько лет пролежали сейчас пригодились понятно жемчужинки эти нужно обязательно перекрыть топом так еще один вариант причем вот кто давно на нас подписаны это дизайн он старый я его раньше сделала с коллекцией конфетти вот с этой коллекцией мне тоже нравится это делать вот либо у вас ногти будут сделаны получается с базой вот либо например вы база не работали а поработали просто скульптурой прозрачной берете делаете покрытие каким-нибудь топом цветным здесь вот розовый топ здесь белый топ вы знаете что у нас сейчас вышло 4 новых топа цветных сфотографируйте обязательно у кого были когда вот такие гель-лаки напишите это помните номер был 249 или 248 49 250 и 251 по моему это стайлы вот по мотивам этих цветных гель-лаков у нас вышли топы краска краска уже есть в продаже на emyshop.ru топы уже есть в продаже на emyshop.ru бёрд оф пассаж гель-лаки тоже уже есть в продаже у дистрибьюторов тоже все есть но думаю что краски еще не доехали вот то что вот на emyshop уже появились вот а краски наверное я думаю что вот у многих на днях только появится так ну я вам предлагаю сейчас базу не использовать а давайте возьмем топ да например возьмем топ либо белый либо возьмем вот например розовый топ как удобно делать французский маникюр офигенно вот мы тоже недавно делали для вас эфир по топам обзорный с юлей донченко кто смотрел ставьте плюсики там юля показывала как делать французский маникюр с этими топами тоже круто здесь я его использую в качестве не топа а цветного покрытия просто делаю в один слой это pink style топ потом беру например давайте вот этот возьмем оттенок краски здесь важно это не в большом количестве размазать например ну вот мне нравится когда они просто в центре небольшое количество вот у меня здесь четыре попало крупненькие маленькие и средненькие например я не хочу на весь много делать да сделаю вот так чуть-чуть вот так почищу все распределила оно получается так нежненько так вот как-то блин как конфетки получается сушим видите можно в большем количестве нанести и вообще просто подматывать топ видите вот здесь вот больше может быть чуть меньше вот оттенок например я тут разного матерки положу посмотрите как прикольно выглядит да это вот сверху персиковые базы я это называю дизайн такие конфитулечки старый причем дизайн я раньше это любила делать с конфетти вот но вот с этими комифубиками мне этот дизайн почему-то снова захотелось сделать перекрываем матовым топом на таком топе комифубики на таком топе комифубики я использовала в качестве как цветной гель-лак да можно сделать в принципе и вот так было смотрите ну вот это стандартный дизайн сколько ему лет когда возле кутикулы блески выкладывают разные плотные не плотные ну это обычно делают в аквариум но в принципе можно сделать и без аквариума сейчас мы возьмем будем не базу использовать а топ цветной да так вот этот вариант готов и мы с вами берем какой-нибудь топ вот и возможно утрошаем кисточку и сейчас сначала пройдусь все подчеркну горошинки все подчеркнула их подсушила чуть-чуть и вот сейчас можно взять уже джеймси клер гель без липкости и можно сделать часть этих камефубиков уже прям объемными и получается можно так оставить можно было кстати просто под матовым трупом оставить а можно вот оно вообще такое какое-то приколюшное получится сейчас получается такие стразики даже не стразики а бусинки перламутровые а если сюда еще и стемпинг можно было добавить я просто сейчас совсем простой показываю понятно что много есть таких этапных декоративных элементов это и стемпинг и наклейки что там тут чуть-чуть добавил тут чуть-чуть добавил здесь подмазал здесь я их плюхнул и уже офигенный сложный дизайн получился при этом ты нифига я не рисовал это толком по факту ну вот казалось бы видите просто а прикольненько вот мне такие штуки очень нравятся вот здесь топ белый здесь топ розовый это белый топ вот ну а здесь база у нас есть такая эйс бейс персиковая база на ней персиковые краски классно легли так вот это сейчас я быстренько закончу как сделать то что вот делали с базой а мы сделаем с вами с топом ну понятно что нужно выровнять поверхность в любом случае топом можно взять вот прозрачный топ prime я как всегда prime все выравниваю и сверху перекрыть теперь милком взять топ милк и его здесь как финиш просто использовать ну понятно что все эти штучки они потонут но все равно будет прикольный вариант дизайна они не будут так блестеть может же быть такой дизайн все это финал финиш потому что это топ молочный кстати очень хороший глянец хорошая износостойкость у этих топов как классно французский маникюр рисовать представьте вы нарисовали полосочку беленькую перекрыли любым слоем нужно замоделировать замоделировали прозрачно хотите этот топ прозрачно просушили две минуты все клиент пошел это очень удобно вот такой вот вариант видите все это топ это финальный такой примитивный быстрый вариант дизайна ну и единственное что конечно под молочным когда полностью перекрыли нет такого блеска да так ну все в принципе сегодня я прям даже очень много новинок еще раз я сегодня вам и топы показала цветные новые да я вам сегодня показала краски но это не краски это можно сказать такие декорации камефубики в виде красок гелевых 5 оттенков и сегодня в самом начале еще раз пробежалась по цветным гириллакам еще раз пробежалась по цветным гириллакам по трендам цвета обязательно пересмотрите потом эфир и рекомендую зайти на emyshop.ru потому что фотографии в хорошем качестве есть вот этих типсов поэтому go на emyshop просто скачайте фотографии себе потому что возможно здесь было качество не очень когда вы скриншот делали это не только это не просто но и Продолжение следует...